Всем привет и добро пожаловать на мой канал! В этой части видео мы с вами разберем мой контейнер, где у меня однушки тени. Также, так как у меня их не настолько много, я сюда добавила подводки и средства для бровей, потому что, опять-таки, по тем же причинам у меня не так много. Итак, что у меня было очень странное, я даже уже запаковала и, может быть, отдам кому-нибудь поиграться в коробочке No Make No Life. Вот в таком странном оттенке у меня были тени, может быть, они кому-то подойдут, и я, конечно, ими ни разу не пользовалась, поэтому они у меня уходят дальше. То, что у меня, наконец-таки, готово все-таки распрощаться, сто раз пыталась это сделать от Art Deco. Вот такие вот Art Deco, Art Deco, не знаю. Когда-то безумно действительно любила, очень красивые у них однушки, мягкие, потрясающие, но так быстро этот шиммер с глаз осыпается и невиден становится, ну, что просто по этим причинам адекватно мне не хочется держать, поэтому тоже отдам. Единственное, думаю, может быть, я вот этот контейнер, хотя, как я людям тогда отдам тени. Пусть, пусть это уходит. Так, это для глаза, для бровей. Подводка Ash Brown у меня, знаменитая от Анастасии Beverly Hills, но просто ее уже все, ее нужно выкинуть, потому что, как минимум, на замену ей. Классная была, кстати, подводка, но в разы дешевле, ничем не хуже. На E-Herb можно купить Эльф Medium Brown у меня, если у вас похож оттенок бровей с моим. Очень классная, хорошо весь день держится, не смазывается, не осыпается, легко наносится. Это пигментированное. Советую вам, по-моему, когда я делала макияж с косметикой Эльфы, я показывала. Так, это, значит, идет в мусорку, это остается. Давайте вытащим с вами какие-нибудь... Ну, ладно, буду просто по порядку. Хотя нет, хочу достать. У меня от Maybelline Color Tattoo есть. Чуть будет шумно. Так, где они все? У меня тут, у меня их немного. Так, вот. И это что? Это Шанель. Это Шанель, это очень красивая однушка, диапазон 92. И хоть она уже кажется, что так, ну, высохла, она действительно подвысохла, но, кстати, я пользоваться ей еще могу, поэтому я ее, пожалуй... Хотя, зачем я буду ее хранить и оставлять? Нет, выкину, выкину. Все, Наташа, давай. Это я после того, как в прошлых видео практически ничего не повыкидывала, а теперь такая злая. Так, Color Tattoo, поехали. Ужасный, не советую, 97-й. Он просто проплешными ложится, и его невозможно наносить. Цвет красивый, повелась на цвет, но наносить его невозможно. Ужасный, ни в коем случае не берите. Классный, в качестве базы под макияж могу использовать 93-й. Отличный вариант, советую. И аналогично советую 91-й. Тоже вот им я прям пользовалась и пользовалась. Они у меня остаются, они у меня еще не высохли, к счастью. Такой вот интересный был цвет, 87-й. Очень-очень он красивый, но просто понимаю, что я не буду сейчас таким пользоваться, и он скорее у меня засохнет. Поэтому, наверное, лучше, да, я его кому-нибудь отдам поиграться. Вот этим все-таки пользуюсь. 65-й, потому что часто бывает по настроению делаю розово-красные какие-нибудь макияжики. Остается очень красиво смотрится на глазах. В качестве подложки использую, как вы поняли. Ну, так скажем, это дань какая-то старине. Немножко не выпускаются уже, конечно, от L'Oreal. Вот эти знаменитые однушечки. У меня единственный цвет. Здесь огромный какой-то невероятный объем. Ну, кстати, такой цвет, который иногда я могу использовать. Поэтому они у меня останутся. Дальше остается тоже от MAC. Единственный мой. Хокс очень часто использую. Они просто такие тверденькие, такие слишком прям прессованные. Я их для растушевки использую, что, мне кажется, мне на всю жизнь их хватит. И не представляю, чтобы я от них избавилась. Так, там и Танука. Когда-то прям что-то меня на них понесло. И, ну, к счастью, не так много, но 4, да, я взяла. Вот этот, конечно, безумный. Девчонки, если вот вы любите, знаете, всякие голографики, всякую такую красоту. Это, кажется, минеральные они тени, если я не ошибаюсь. Вот я не хочу просто сейчас вся замазаться, но я хочу вам показать эту красоту. Тени безумно красивые. Поэтому вот я вам могу прям посоветовать, действительно посоветовать. И это у меня, у них отдельный сайт, кажется, на котором, да, кажется, я сайт заказывала. И это цвет полуночница. Ну, просто вы посмотрите на это. Вот этим я пользовалась часто. Танцующая с рассветом. Это тоже такая красота. Так, сейчас мне нужно ваточку. Так, случайно рассыпала. Ну, тоже амарантовая колдунья. Очень красивые оттенки. Вот танцующая с рассветом. Не знаю, показать вам или нет. Они так сильно сыпятся. Ну, поверьте, просто красота. На сайте есть и фотки, и видео у них на страничке. Все можно подробно посмотреть. Я их все оставлю. Я их тоже люблю. Так, однушки от L'Oreal. От L'Oreal. Смотрим. Это знаменитая такая по цвету-то, которая почему-то у меня тоже грязненькая какая-то. 106 цвет для растушевки. Очень мягкие тени. И я их, кстати, перемещу и буду сейчас в качестве вообще бронзера использовать, потому что цвет классный, они мягкие, они суперские. Потом 501. 501. Тоже посмотрите, какой красивый оттенок. Но я, кстати, редко использую. И, пожалуй, я его отдам, потому что действительно без дела лежит. И это 200. Однушками просто редко пользуюсь, потому что у меня есть все в палетках. И тоже отдам. Мне жалко с ними прощаться с одной стороны. А с другой стороны, пусть лучше кто-нибудь будет пользоваться и будет рад, что у него это есть, а не как я зажравшаяся. Так, освободим место. Вот пигменты, пигменты, я даже не буду на них заострять. Это такая вещь, которая всегда может пригодиться. А джаз нормальные пигменты. Поэтому их я оставляю. То же самое у меня от Попа. В старых разборах я это все показывала. Все, абсолютно все пигменты у меня остаются. Я понимаю, что такого качества сейчас пигменты, вы знаете, будут не дешевыми. Они потрясающие. С ними ничего не стало. И они у меня пусть будут. От Эстрады. Вот такая вот у меня. Однушка 209 цвет, бордовые, красивые. Отдам кому-нибудь, не пользуюсь. К однушкам вообще, это не моя тема, только оси кремовые. Так, давайте посмотрим базы. От Эльф. Ой, не базы, а подводки. От Эльф. Категорически рекомендую. У меня есть все, какие вот у них, во каких оттенках были. Единственное, сейчас проверю, в синим у меня. Да, в синим, вы знаете, уже подзасохло. Ее просто нужно, к сожалению, выкинуть. И вот она единственная по качеству была так себе, на мой взгляд, коричневый. Так, остается. Я черный только буквально недавно делала себе. Все отлично. Очень долго они хранятся, ничего с ними не происходит. Вот эта фиолетовая, безумная, ее люблю. Вернее, она даже такая пурпурного цвета. И на лето люблю вот эту. Хотя не так часто, конечно, пользуюсь. Но на золотой макияж мне нравится, как смотрится. Давайте посмотрим подводки, которые также рекомендую. И у меня в каком-то видео про Фаберлик они есть. Это вот такие вот подводочки. У меня их пять. И я обязательно возьму еще. Вот просто они идеально рисуют, прокрашивают действительно. У них вот такая кисточка замечательная. Действительно замечательная. Которая, знаете, получается идеальные какие-то с ней действительно. Стрелочки супер. И тоже не высохли, ничего. Все у меня с ними в порядке. Они все остаются. Ресницы нарощенные. Соответственно, туши у меня и то в миниатюрке. Только одна Smashbox X-Rated на нижние реснички наношу. Под вечер бывает чуть осыпается. Так, для бровей. Давайте, что еще для бровей у меня. А, нет. Вот базы. У меня набор был. Два набора было от Urban Decay. Баз. И честно, благополучно ими пользовалась. Либо Color Tattoo. И продолжаю пользоваться. Либо у меня вот на работе. У меня на работе всегда косметичка была. Отель. Когда утром прихожу, допустим, макияж. Либо тоже вот такая какая-нибудь однушечка. Отель, кстати, вполне себе даже замечательно. Весь день держится. Для бровей гель от Faberlic. Хороший гель. Закончился. Отлично держал. От Essence. От Essence. Многие-многие хвалят его. И я могу присоединиться. Маленькая кисточка удобненькая. Цвет отлично прокрашивает. Больше года не хочет заканчиваться. Цветной гель от Artvisage. Не очень мне зашел. Потому что вот такая, знаете, прям большая кисточка. И мне не нравится пользоваться. Я его выкину. Потому что действительно задевает не только брови, но и все вокруг. Вот маленькая кисть удобнее. Только купила. И даже еще не знаю. Это Belor Design не делала. Ой. А, она запечатанная. Не буду пока открывать, чтобы не высохла. На видео буду снимать. Посмотрим. Но как я в обзоре, по-моему, у девочки видела. Маленькая. Маленькая. Даже меньше, чем у Essence. Сейчас кисточка. Посмотрим. И бедный мой от Анастасии Беверли Хиллс. Тоже Брау Уитца. В гранитовом цвете. Блин. Ну, на тот момент я была такого цвета. Ну, карандаш классный. И вот этой щеточкой я пользуюсь. Пока оставлю. Пока оставлю. Но, наверное, если все-таки я как сейчас хочу в черный, не перекрашусь, то придется с ним прощаться. Так, 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 так. И давайте этого посмотрим. Вот в этом углу все, что я либо выкидываю, либо отдаю. И здесь все, что остается. Ну, на мой взгляд, очень даже неплохо. Я сейчас начала разбирать все по местам. Не поверите, уже даже часть косметики я отдала. Ездила к подружке, вернулась такая. Все раскладываю и понимаю, что у меня остались карандаши. Поэтому какому-то кусочку, вернее, это будет, ну, полноценным видео не хочу делать. Поэтому куда-то добавлю. Итак, поехали. Карандаши для глаз. Миниатюрки. Начну, наверное, давайте я с них. Это от фирмы L'Oreal. Черный карандаш. Он у меня давно. Ну, девочки, какой он черный. Какой он классный. До сих пор, кстати, пигмент какой-то не стирается. Просто обалденный. Остается. У меня карандашики, кстати, вот в таких стаканчиках. Ну, во влогах увидите, как у меня хранится косметика. От Make Up For Ever. Это оттенок 01. Да, или 10, не пойму. Ну, тоже черный карандаш. Вот это Aqua серия. Ну, заметьте, какая разница. Какой черный от L'Oreal. Вот, действительно, прям черный-черный. И этот более все-таки сероватый. Хотя от них же у меня... А, кстати, а где серый? А вот не знаю. Серый где-то потерялся. Это Urban Decay, наверное, да? Или это и есть? Да, это Urban Decay. Вот он. Прям смола. Очень классный. Обожаю. Также обожаю от Nars вот эти карандаши. Ну, вернее, это не карандаш. Это вообще черные как бы тени. Но я использую в качестве карандаша на слизистую. Очень мне нравится, потому что, ну, действительно, потрясающе. И весь день держится. Ну, единственное, вот эта такая прорезиненная поверхность, она очень сильно пачкается. И я не помню, так тоже у какого-то блогера как-то я подглядела и себе их купила. Вернее, один я его взяла. И здесь 1,6 грамма. Ну, уже пользуюсь года два. Так, это какой-то от Chanel. Ну, кстати, вот его бы я опять не купила бы. Вот честно, его бы не купила, потому что он довольно-таки жесткий. И именно на слизистую, ну, не столь хорош. Вот, наверное, для прорисовки ресничной зоны будет хорошо. Но так нет. А вот мягенький. Но остается, тем не менее. Просто жаба задушистый отдать. Вот, который я люблю. Он у меня уже, ну, тоже давно. Но, тем не менее, хоть бы что с ним. Вот он уже мягкий, очень приятный. Это у меня Dior. И, как правило, он у меня лежит в косметичке. Я люблю водную линию прорисовывать. Слизистую, вернее. Многие не понимают, что такое водная линия. Почему-то ее так называю я. Тоже Makeup Forever. И, ну, это были уже миниатюрки. Очень красивый цвет бирюзовый. Обожаю. Кажется, что я ничем не пользуюсь. На самом деле, пользуюсь. Вот это я отдам или выкину. Не знаю. Это Master Smoke от Maybelline. Ну, как бы он хорош. Но у меня коричневых так много. И точилки сейчас нет для такого карандаша. Поэтому он у меня уйдет. Вот эти плохие от Essence. Цвет красивый. Просто безумно красивый. Посмотрите. Но он не держится вообще. Вот действительно, просто вообще не держится. Буквально, я не знаю, наношу и тут же превращается непонятно во что. Хотя карандаши от Essence вот такие. Я даже не знаю, они еще есть или их уже нет. Так, где фокус? Фокус, фокус. Появись. Сейчас я их все выберу. Вот они просто потрясающие, девочки. Если они есть, я очень рекомендую. Они хорошо держатся на слизистой. И цвета такие красивые. Вот у меня они все. Давайте посмотрим, как они называются. Вдруг они, правда, есть. Long Lasting называются. И они уже автоматически. Их не нужно точить. Цвета потрясающие, красивые. Держатся мягенькие. Ой, сломала только что. Нахвалила, нахвалила. Ну да, они мягенькие, поэтому их, конечно, легко сломать. Ну, в общем, не буду я их все наносить. Очень сочные и очень-очень классные. Поэтому прям, ну, действительно могу рекомендовать. И ни от одного я не готова избавиться. А, вот он и серый от Make Up For Ever. Вот такой серенький. Тоже нравится. Вообще, они не царапают слизистую. Они держатся не слишком долго. Они не водостойкие, как заявлено. Но, тем не менее, как бы мне нравятся. Так, это Холика Холика. Ой, это отдельная история с этими водостойкими карандашами. Вот сейчас нанесу и просто знаю, что не смою. Но вот этот отвратительный. Его я выкину. И его смыть, вот правда, его смыть невозможно. Ни в коем случае не рекомендую. Рекомендую. Началось все вот с этих двух. Это одна и та же серия. Jewel Light Waterproof Eyeliner. Холика Холика. Они просто очень красивые. 0,9 золотой и 0,8 такой розовый. Но их, чтобы... Вот я вам просто сейчас продемонстрирую, как они будут смываться. Посмотрите, какой он красивый. Сейчас немножечко я свет... Нет, так вообще не видно будет. Ну вот, как он просто мерцает. Конечно, очень красиво. Но они настолько waterproof, что такое ощущение, что вот как ты намазал, потом и ходи так все время. Ну, честно говоря, я бы от них, может быть, даже и избавилась бы. Но понимаю, что что-то подобное все же должно быть в коллекции. Поэтому оставлю. Вот немножечко свет по-другому сделала, чтобы было видно. Обязательно хоть один у меня вот от Max Factor каял такого бежевого цвета для слизистой должен быть и под бровкой можно подправлять. Не знаю, насколько сейчас видно, но очень такой он приятный, мягенький. Вот такой вот каяловый карандашик. И есть у меня для этих же целей от Catrice белый. Но, честно, им не пользуюсь. Но, может быть, как подложку под тени иногда использовала. Если какие-то яркие тени, тоже мягкие, тоже хорошие. Каялы вот неплохие, на слизистой, в принципе, они тоже держатся. Могу порекомендовать. Так, от этого я, пожалуй, избавлюсь. Мастер драма. Да, или это не тот? А нет, это не тот. Посмотрите, какой он красивый. Просто цвет красивый, но он тоже тяжело смывается. Это Maybelline. Оставлю его. Так, этот я сказала, отдаю. Этот отдаю. Вот этот вот я все хочу, чтобы вы увидели цвет. Вот. Он очень красивый. Он очень мягкий. Но он, ну, то есть, он вот так вот и тушуется. Он просто в какой-то пыли. Я думаю, может быть, его как основу использовать. Даже не знаю. Artvisage. Давайте возьмем все карандашики от фирмы Artvisage. Ну, кстати, они у меня, их буквально два, кажется, да? Или три у меня осталось. Потому что я их уже пораздавала. Коричневый 102. Очень хороший. Для такой прорисовки или карандашной техники хорошо подойдет. В меру твердый и в меру мягкий. То есть, самое то, то же самое. Вот такой у меня карандашик от Artvisage. Это Erasible Black 705. Это уже другая серия карандашей. Вообще, мне очень нравится от Artvisage. Карандаши хорошие. Вообще, фирма хорошая. И вот такой, посмотрите, просто насколько у него тоненький-тоненький грифель. Конечно, он у меня такой единственный. И он у меня обязательно остается. От Faberlic. Вот эта каяловая. Каяловая тоже серия. У меня есть три. Черный, коричневый, зеленый. Тоже могу сказать, что карандашики хорошие. И вот как раз таки для прорисовки ресничного. Ну, по росту ресничек. Или так они жестковатые. Не слишком мягкие. Для слизистой они плохо держатся. А вот именно для карандашной техники они хороши. Оставляю их все. От Urban Decay очень мне вот эти вот нравятся карандаши. У меня такой в сером, металлическом, вернее, оттенке. Им, кстати, я частенько пользуюсь. Именно на слизистую. Он так потрясающе смотрится. Но сложно вымывается. Очень часто остается у меня даже на следующий день на слизистой. Так, это какой-то карандаш. У меня в коробочке красоты был. В общем, японский. Не знаю, корейский. Он у меня тоже нет. Нет, сейчас в сумке лежит. И больше даже для бровей, наверное, подходит. Но он останется. Вот этот мне просто некому отдать. Поэтому никого нет. У меня Shiseido это с таким цветом. Это мне он подходил, когда волосы более черные были. Он жесткий. Он такой классный для бровей. Графитовый цвет. Оставлю. Ничего подобного у меня нет. И Physicians Formula. Да, или как он правильно? Physicians Formula. Часто использую. Мне кажется, никогда не закончится на слизистой. Очень так деликатно и красиво смотрится. И зачем-то оставляю. Конечно, и зачем-то от Catrice. Тоже каял. Тоже мягкий. Тоже классный. Вот в таком у меня каком-то лавандовом цвете. Но давайте, пожалуй, его оставлю. В общем, уходит у меня только два. Всего лишь карандаша. Те все пригодятся. И теперь, ой, давайте вот я вам просто покажу, что сотрется, а что, насколько держится. Вот эти вот просто, ну, это все. Maybelline. Смотрите, как он плохо. Вот этот зеленый, который отдаю от Холика-Холика, это благо я только... Смотрите, как я тру. Просто это жуть. Мицеллярная вода. Вот здесь просто вся грязь собралась на вот эти карандаши от Холика-Холика. Просто представьте, что на глазах. Сейчас беру еще мицеллярной водички. И давайте же попытаемся еще это убрать. Вы бы представляли, как я нажимаю, с какой силой, просто с какой силой я это делаю. Мне кажется, я сейчас скорее себе руку сотру и такой чистой она, наверное, не была у меня никогда, как сейчас. Ой, шутка, конечно. Так, ладно, насколько смогла, настолько я оттерла. И даже на столе уже какие-то у меня пятнышки. Вот мои все карандашики. Снова в стаканчике. И два у меня уходят. Все, на этом я заканчиваю видео. Спасибо за просмотр. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok